Добрый день! Сегодня у нас мятая коробочка от Lanlan. Раньше по мятой коробке можно было определить, что внутри головоломка не кубическая. Так и в этом случае. Внутри Dodecaidron. Инструкции естественно нет. Головоломка достаточно старая и название у нее весьма оригинальное. 2х2х2 Dodecaidron. По сути это кубик 2х2. Вот четыре угла и вот четыре угла. Здесь 12 граней, соответственно 12 цветов. Они как на Мелемингсе, только вот этот фиолетовый и фиолетовый. Какой-то один из них должен был розовый, а напротив красного обычно оранжевый, а тут напротив желтого должен быть бежевый. Смысл от этого не меняется. 12 цветов, 8 углов и кубик 2х2 в форме Dodecaidron. Головоломка исключительно для коллекционеров, для тех, кто хочет собрать все шейпмоды. Это шейпмод 2х2. Давайте его перемешивать и пробовать собрать. Я его когда-то пару месяцев назад уже открывал, он у меня уже давно лежит. И там вот эти вот крышечки с уголков, некоторые были отсоединены со своих позиций, но они легко ставятся на место и проблем тут нет. Магнитов и головоломки тоже нет. Достаточно старый выпуск, даже мне неизвестен. когда это было, возможно, и лет пять назад. Но он вращается и вот так вот перемешивается. Немного меняет форму, но из-за того, что это 12-гранник, это особо не пугает. Давайте попробуем собрать. Начинаем с чего-нибудь бело-сине-красного. Рядом с бело-сине-красным должен быть какой-то бело-красный угол. Как на 2х2. Бело-красного здесь, видимо, нет. Бело-сине-красный-зеленый-фиолетовый. Вот так оно должно. Значит, здесь должен быть бело-фиолетовый. Бело-фиолетовый у нас, наверное, не будет, поскольку белый цвет закончился вот здесь. Значит, просто ищем фиолетовый уголок. Вот такой, да, фиолетовый желтый и еще один желтый. Так, у нас собрался первый слой и уже два угла стоят на своих местах. Вроде бы. Так, проверяем. Вот этот красный. А, не все углы на своих местах, только вот эти еще правильно ориентированы, а эти ориентированы неправильно. Ну и, наверное, стоит их ориентировать. Для этого, что должно случиться, вот этот вот голубенький цвет должен повернуться вот на эту грань. Давайте пробовать. Делаем два пиф-пафа. Да. Значит, на этот уголок нужно сделать 4 пиф-пафа. 3, 4. Ну и вот все получается. Да, как 2 на 2. Ну, вполне могло случиться, что нужно было бы уголки еще местами переставлять. Для этого также мы из 2 на 2 какие-нибудь алгоритмы бы использовали. Давайте попробуем еще одну сборочку. Первая была какая-то слишком простая. Здесь должен быть какой-то белый. То есть мы понимаем, что на каждый цвет должно быть две детальки с таким цветом. Да, они, видимо, должны стоять рядом. То есть вот у нас белый. Так. Соответственно, фиолетовый должен быть рядом. Так. И сюда желтый. И вот первый слой готов. Дальше зеленый на своем месте, красный на своем месте, зеленый на своем месте. Этот тоже на своем месте. Все они на своих местах, остается только развернуть. Что ж, так не везет. Ну, давайте их переставлю. Вот как-то так. И вот что у нас получилось. На своем месте, на своем месте, на своем месте, на своем месте. А нет. Вот эти два уже, соответственно, поменялись. Потому что я провернул Т-Перм. Ну и давайте теперь вместо Т-Перм провернем что-нибудь другое. Семерку, к примеру. Как и методе для начинающих. Так. И вот они должны встать на свои места. На своем месте. А нет. Ага. Вот зеленый рядом с зеленым. Розовый рядом с розовым. Здесь получается этот салатовый рядом с салатовым. И красный рядом с красным. Ну и теперь нужно их все развернуть. Сделаем это обычными пиф-пафами. Так. Красный должен сюда развернуться. Каждые два пиф-пафа просто проверяем. Нет. А, кстати. Вот так он. То есть вот здесь вот был красный B. Так. А дальше-то как? Давайте сделаем здесь два. И посмотрим. Так. Вот у нас первый слой вернулся. И вот этот красный элемент у нас уже стоит правильно. Смотрим на вот этот. А зелененьким вот этим должен на эту грань повернуться. А потом на эту грань должен вот этот розовый повернуться. Ну пробуем. Раз. Два. Есть. Теперь сюда нужен розовый. Раз. Два. Есть. Ну и оставшиеся два пиф-пафа. Докрутим тут. Раз. Два. Ну похоже на то, что опять собралось. Ну да. В принципе не сложная головоломка. Чуть сложнее, чем обычные два на два. Ну для коллекционеров. Ну или для любителей не сложных головоломок. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.